Вы слушаете Радио Болткома Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха Проблемы настоящие и выдуманные Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе Подоплёка На Радио Болтком Подоплёка Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня у нас такая, ну, наверное, позитивная тема Нехарактерная для цели данной программы Разоблачать всяческие безобразия Но посмотрим, как получится Позитивная она потому, что Латвия в этом году праздновала Замечательную победу на Олимпиаде наших баскетболистов Беспрецедентная история И, конечно, все мы горды тем, что такая победа случилась И наши баскетболисты привезли нам золото из Токио И поэтому мы решили обсудить тему спорта высоких достижений И спорта вообще в нашей стране, и в частности баскетбола С руководителем баскетбольной школы Рига Гундесом Шенховым Добрый день Добрый день Итак, мы уже в программе несколько раз обсуждали Тему олимпийского движения, спорта, организации спорта и так далее У нас был депутат Сейма и многократный олимпийский чемпион Иван Клементьев И вот тогда мы говорили о том, что, к сожалению, политика спортивная Она не способствует тому, чтобы у нас появлялись звезды И получается, что нынешняя ситуация и эта громкая победа Она опровергает этот тезис Что же здесь на самом деле произошло? Может быть, это баскетбольная школа Рига Способствовала тому, что у нас появились звезды И это феномен, который с государственной политикой никак не связан Или все-таки это не так? Да, я согласен, что то, что ребята сделали на Олимпиаде Это, конечно, огромное достижение для маленькой Латвии И где-то даже его называют чудом Золотые медали олимпийские Ну, это самое высокое, что может быть К чему стремится каждый спортсмен Но вы правы Это не следствие государственной политики спорта К сожалению Это, если мы посмотрим чуть-чуть назад Прежние Олимпиады То медали, которые там тоже были завоеваны Например, BMX, олимпийский чемпион Великолепное достижение Дальше тяжелая атлетика Тоже Виктор Щербатых На этой Олимпиаде тоже Бронзовая медаль И, конечно, пляжный волейбол Отлично, да, показывает себя Были медали Это результат отдельных фанатиков Тренеров Отдельных фанатиков И старшего поколения Даже, можно сказать, старого поколения Советских времен специалистов Да, по тяжелой атлетике Такой Андрушкевич, да, тренер Фанатик своего дела И большой профессионал BMX появился Фанатик, тренер В провинции, по-моему, Валмера Валмера, да И работал, и вырастил Олимпийского чемпиона Также и здесь Эти ребята, которые 3 на 3 баскетбол Выиграли Олимпиаду Они, конечно, тренировались Двое из них и в моей школе Приятно это признать В моей школе Но они тренировались Классический баскетбол Да, классический, да Это академический баскетбол А вот 3 на 3 Это чуть другое Тоже, конечно, баскетбол Но это совсем другое Другой вид спорта, да И там они совершенствовали Своё мастерство На соревнованиях Ещё одного фанатика Всем известного Элбакена Раймонда Который организовал Молодёжное спортивное движение Очень обширного плана Да, очень много видов спорта Там, да Джетто Геймс И вот эти ребята там Издавна уже Лет 10 Оттачивались Своё мастерство В этом виде спорта На этих соревнованиях Да И вот это результат Результат очевиден Да Поэтому ещё раз так Обобщаю, подчёркиваю Это не результат Такой Политики государства Поддерживающей, да Это отдельных фанатиков Профессионалов Старшего поколения Тренеров К сожалению И тут можно продолжать На эту тему, да Если мы заметили Результаты ухудшаются Особенно в лёгкой атлетике В целом Не только я говорю про Олимпиаду Да И тут основная проблема Основная проблема Государства в том Что Старшее поколение тренеров Постепенно отходит Ещё советских времён Специалистов А Молодое поколение Тренеров Не появляется То есть Они вроде есть Но Идут учиться Тренерами Спортивную академию Да Не самые успешные Талантливые Молодые люди И Причина Простая Даже где-то банальная Да Тренера получают Просто Мизерную зарплату Это не зарплата То что государство Им платит Им И талантливые люди Молодые люди Они Не идут учиться На эту специальность На тренерскую Не поступают В академию Они идут в те Вузы Где При окончании Просвечиваются Абсолютно Другие деньги Будущие юристы Экономисты И так далее Они туда идут Способная Более способная Молодежь А на тренерскую Работу идут Менее способные Результаты Ухудшаются И особенно В легкой атлетике Тревожный звонок Сейчас прозвучал Очень плохо Выступили на Олимпиаде Легкоатлеты Да И единственная Еще надежда На наших Копьеметателей Опять же Только потому Что там специалист Старшего советского Поколения Да Работает Тренер Да И Что будет дальше Когда Эта Прекрасная женщина Опытного тренера А не будет Она уйдет Да Что дальше будет И Копьеметания Тоже тогда Все Ну да Но это вообще Легендарная Фактически дисциплина У нас И олимпийский Чемпион Конечно И нету Нету тренеров Молодых Вот это А основные фигуранты Фигуры вернее В спортивном Таком мире Да Это не директора Не чиновники Спорта Да Это тренера Основные фигуры Если их нету То процесса Тоже нету И поэтому Над этим Надо очень серьезно Задумываться И государственному И государству И олимпийскому Комитету И федерациям Видов спорта Это серьезная проблема Очень серьезная проблема Ну только Я так Теоретически Вижу Как это Можно решить Но практически И как Расскажите Ваши видения Как повернуться Государству Лицом К спорту Потому что Спорт Спорт Это очень существенная Составная часть Политики Молодежной Которая тоже нет Если говорить В целом Политики Молодежной Тоже нет У государства В целом Не говорю уже Про спорт Только Нет политики Молодежного спорта В государстве Нету Поэтому Повернуться Лицом Надо И все Как говорится Поставить Вопрос Заботу О молодом поколении О детях Юношах На приоритетную Позицию Начиная С детских садов Общеобразовательных Школ И далее Спортивных Школ И так далее Нет другого Выхода Спорт Играет Очень существенную Роль Ну Сейчас мы Поговорим Конечно И об этом Я хочу напомнить Нашим радиослушателям Что мы работаем В прямом эфире Вы можете Звонить в студию Задавать вопросы Делиться своими впечатлениями Может быть Ваши дети Или внуки Занимаются В каких-то Спортивных секциях У вас есть Своё видение И представление О том Как они могут Совершенствоваться Как выявляются Таланты Как их поддерживают И так далее Или это всё Целиком На плечах Родителей И родственников Находится И каждая Звёздочка Которая у нас Появляется Это фактически Ну Свидетельство Вклада Который В неё Внесли Именно Вот Окружающие люди Когда мы И нам кажется Что это Было Очень правильно Но мы Сейчас живём В другой Социальной Системе И возможно Ну Мы как Ретрограды На это Смотрим И неправы Но Конечно Вы как Человек Который Занимается Уже Развитием Спорта Много лет Да Тридцать лет Знаете И международный Опыт То есть Какую страну Мы могли бы Взять Может быть За образец У кого Могли бы Учиться Какие модели Существуют В мире Для того Чтобы Вовлекать Молодёжь В спорт Для того Чтобы Выявлять Талантливых Ребят И Ну Выводить На пьедесталы Ну Тут Два Момента Значит Велосипед Выдумывать Не надо И никак Да И не надо Как говорится Смотреть на Вроде Развитые Страны Евросоюза И так далее Я очень Хорошо Помню Советские Времена Все Минусы Плюсы Не все Было Плохо В то время Да И один Из На самом деле Огромных Плюсов Да Это Реальная Организация Молодёжного Спорта И детского Через Спортивные Школы Многие Страны Нам завидуют Даже У которых Нет Спортивных Школ Например Финляндия Совершенно Конкретно Могу Назвать Финляндию Я туда Я туда Часто Ездил И общался Со спортивными Руководителями Тренерами Родителями Они удивляются Как нам удалось Сохранить Систему Спортивных Школ Что значит Спортивные Школы Это Гарантированный Бюджет Который Обеспечивает Самоуправление Каждого Города Гарантированный И Который Достаточно Чтобы Спортивная Школа Существовала То есть Работала Остальные Деньги Которые Называя Финансами Качество Это уже Задача Директоров Привлекать Спонсоров Мацинатов И Родителей Играют Существенную Роль Родители И родители Играют Существенную Роль И в развитых Наших Странах Евросоюза Они Очень Существенную Роль Играют Тоже Помогают Своими Финансами Да И Это Значит Первый Вопрос Это То Что Нам удалось Сохранить Спортивные Школы Они Очень Хорошо Себя Работают И оправдывают Но Вопрос Второй Вы Заметили Что Что Тут Профессиональный Спорт Там Результаты Таланты Да Это конечно Задача Номер Один Понятно Но параллельно Не менее Важная Задача Идет В любой Спортивной Школе Или Спортивном Клубе Это Социальная Функция Это не менее Важная Задача И Она Решается Очень Успешно В спортивных Школах Конечно При оговорке Если Тренера Еще и Педагоги Хорошие Да Но К этому Надо Стремиться Поэтому Эта Социальная Функция Воспитания Молодежи Через Спорт Она Играет Очень Большую Роль Особенно В наше Время За 30 Лет Независимости Латвии Почему Потому Что Основная Функция Конечно Воспитания Детей Это Семья Но Я Всегда Люблю Говорить Что Правильная Теория Это Одно А Надо Сбалансировать С реалиями А реалии В семьях К сожалению Всем это Очень Хорошо Знаем Часто Бывают Очень И Очень Такие Грустные Родители Заняты На Несколько Работах Чтобы Как-то Выжить Заняты Поиском Работы Которая Нет Отцы Нередко От Без Как говорится Безысходности Нельзя Ничего Найти Спиваются Да И Противоположная Ситуация В богатых Семьях Очень Часто Родители Заняты Бизнес 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 Деньги И дети Остаются На обочине То есть Воспитании То есть Семья На сегодняшний День Не совсем Качественно Выполняет Свою Основную Функцию Следующая Инстанция Которая Занимается Этим Вопросом Воспитания Это школа Общеобразовательная Школа В школе Ситуация Очень Тяжелая Я Общаюсь Очень часто С коллегами Директорами Школ Общеобразовательных Учителями Родителями И там Две проблемы Учительская Профессия Она Сейчас Очень И очень Как говорится Теряет Девальвирована Теряет Теряет Престиж Теряет Теряет Престиж И учителя Та же самая Проблема Получает Зарплаты Конечно Тоже Недостаточные Чтобы стремиться Молодым людям Эту профессию Осваивать Та же самая Ситуация Как в спортивных Школах Это одна Ситуация Но еще Вторая Европейские Ценности Я сейчас Наверное Очень непопулярную Мысль Выскажу Это я и говорю Из собственного Опыта А не Где-то Беру с потолка Либеральные Ценности Которые Нам навязывают Брюссель Они Не знаю Даже Как сформулировать Это псевдо Ценности Даже Это не ценности Они Учителям В школах Ну и тренерам Само собой В спортивных школах Связывают руки Учителя Признаются И директора Тоже Признаются Они не знают Как работать По вопросу Воспитания Детей Никак не могут Понять Как они могут Работать У них связаны руки Они даже Прикрикнуть Не могут На Бывает На Ученика И в результате Ученики Могут делать Все Все дозволенно Все дозволенно Далее Родители Тоже К сожалению Да Очень играют Такую негативную роль В этом процессе Да И Учитель Остается Таким Униженным Просто Малооплачиваемым Человечким Таким Да Ну И Ну Услуги Низкой Добавленной Стоимости То есть Сейчас Совершенно верно Да Поэтому В школах Тоже Большие Проблемы Воспитательного Характера Да Вопросы И Следующая Инстанция Это Спортивные Школы А вот Спортивных Школах В отличие От общеобразовательных Есть рычаг Как подействовать По этим вопросам Воспитательного Характера Через спорт На Спортменов Подрастающих Есть Они все Желают Стать Звездами Да Известными Спортсменами Зарабатывать Миллионы Да И вот Если умно Тренер Этот рычаг Использует Умно Да Можно Достичь Результат Не только В спортивном Плане Но и Вырасти Через спорт Достаточно Образованного И Воспитанного Молодого Человека Полезного Общества И таких Примеров Много Он бывший Спортмен Занимает В этом Должности Очень высокий Таких Много По спортивным Школам Кстати С Ивеном Клевитим И тоже Был разговор И он Говорил Что система Сегодня Поощрение Спортивных Школ Ориентации Их На достижения И так далее Она Фактически Не существует Потому что Спортивной Школе Удобнее И проще Быть на Каком-то Среднем Уровне Чтобы Свои Денежки Осваивать А там И особо Не высовываться И Ну Кверху Не задирать С вашей Точки Зрения Это так Или нет Ну Я с вами Даже соглашусь И тут Все зависит От Директоров Моих коллег Да Ну Пусть не обижаются Мои коллеги Но Я могу Откровенно Озвучить Что Я делю Своих коллег Хочу С юмором На бумажных Директоров И реальных Директоров То есть Которые Занимаются Именно Теми задачами Максимально Вкладывается Вырастить Спортсмена Да И Человека Да Полезного Для общества А бумажных Директоров К сожалению Таких Много Их понять Можно По-человечески Да Да Они боятся Потерять Свою Работу И Для них Основная Задача Это Чтобы Были В порядке Бумаги Нормативные Документы Все Слушаем Надевайте Наушники Я езжу Часто Все Исправить Ну Может Быть Наши Олигархи Как-то Подключаться Вы Об этом Не думали Чтобы Они Тоже Деньги Давали На развитие Понятно Хорошо Спасибо Ну Кстати Об олигархах Недавно Прошла Новость О том Что Айна Шлестерс Возвращается В политику И Как раз Хочет Ну Как бы Произвести Такие Позитивные Изменения В обществе И Кстати Одна Из его Идеи Это Создание Министерства По делам Молодежи И спорта Вот Как вам Кажется Эта идея Вы Хороший Вопрос Задали На который Мне даже Так приятно Ответить На Айна Шлестерсе Конечно Вот это Клеймо Олигарха Я абсолютно Не уверен Что он Когда-то Таким Был Абсолютно Не уверен Но К сожалению В народе Такое впечатление Создалось Видите Народ Как бы Двояко Реагирует С одной стороны Есть Клеймо А с другой Сторон Есть Надежда Что олигархи Денег Подкинут Вот о надежде Я В пару словах О надежде Я озвучу Да Кое-что Значит Когда появился Айнар Шлестерс Ну это сравнительно Недавно Что он возвращается В политику Я даже не поверил Что Это серьезная Задумка Да Потому что У него тоже Жизнь налажена Все у него есть Все хорошо Да Да Я его знаю Давно И знаю Как Как Волевого Сильного Смелого Человека Который Не боится Принимать Решения Да И На сегодняшний день Он уже Достаточно Опытный Раньше Когда он был В политике Ну Опыта не хватало Молодой Такой Максималист И он там Конечно Наделал Некоторые вещи Может быть Не совсем так Как хотелось бы Да Видеть Слышать Но Сегодня Что я хочу Подчеркнуть Сегодня Когда Латвия Находится В глубочайшем Кризисе В глубочайшем Я даже не знаю Не имею Понятия Возможно ли Выбраться Из этого Кризиса Да Для Латвии Необходим Именно Такой Человек Смелый Решительный Волевой Какой и есть Айнаш Лессерс Да И Теперь Хоть-то Появилась Надежда Да И Меня Приятно Удивило То Когда я Узнал Что Один из Приоритетов У него Это Забота О детях Молодежи Да И Где он Открыто Признает Что до сих пор Государство Этот вопрос Не поднимался На серьезном уровне И он Озвучил Что он будет Открывать Новое Министерство Политики Молодежи И спорта Это Конечно Что-то Если Это на самом деле Случится Я уверен Что Если В кабинете Министров Будет Министр Спорта И Молодежи То Спорт Это Как говорится Явно Пойдет По Подрастающей Да И все Вопросы Будут Решаться До сих пор Он был Как бы Пятое колесо Да У телеги Да Спорт Министерство Образования У них У них У них Свои Проблемы Их Хватает Выше Крыши Министерство Образования Понять Можно И спорт У них Был далеко Абсолютно Вне их Интересов Абсолютно Да Поэтому Это меня Радует И Я решил Что Я Буду Активно Помогать Айнарсу Шлессерсу И его Партии Тем более Что Это тоже Для меня было Открытие Я участвовал На учредительном Конгрессе И то Что я там Увидел Такую Мощную Команду Я увидел Да Которую Он представил Как теневой Кабинет Министров Это Меня просто Поразило Понимаете Все таки А в делах Молодежи И спорта То есть Вы считаете Что выделение Этой отрасли Как отдельной Будет способствовать Тому Чтобы В целом Решить Те вопросы Те проблемы О которых Вы сказали Конечно Вопросы Подготовки Тренеров Их зарплат Их мотивации Начиная С детских садов Это однозначно Ну как Это же логично Если в кабинете Министров Будет Человек Который Будет защищать То есть Министр спорта И молодежи Который Будет защищать Эти интересы Тогда реально Можно что-то добиться При принятии решений Кабинета министров Любых решений И поэтому Это логично Что будет абсолютно Совершенно Другая ситуация Тогда будет В положительном Смысле В спорту Если говорить Что можно было бы Взять за основу Опыт Вашей школы Это довольно Массовая школа Сколько у вас Воспитанников 2300 детей 2300 детей Могу Для Риги Это очень большое количество Это большое количество Конечно И Конечно Опыт моей школы Могу признаться Что Раньше Еще 22 Года назад Была частная школа Виллиса Кристофенс Которая потом Плавно Переросла Муниципальную школу Но Что я хочу подчеркнуть Я продолжаю руководить Муниципальной школой Так же Как частной школой Не особо Обращаю внимание На разные Нормативные документы Которые сковывают Моим коллегам Директорам Да Сковывают Как говорится Руки Да Вот такой Плодотворной работе Да И Я даже Кое-что нарушаю Не скрываю Да Нарушаю Некоторые нормативные документы Да Но А почему вам приходится Их нарушать Они каким-то образом Ограничивают Ваши возможности Или Понимаете Хорошо Примером Чтобы долго Не объяснять Примером Когда я руководил Частной школой Да С 1998 года По 2003 У меня были По организации работы школы Шесть папок Шесть Как я стал В 2003 году Муниципальной школой У меня Стало Не шесть А сорок шесть Ой боже Сорок шесть папок И две трети части Из этих всех нормативных документов Разных там Да Абсолютно лишние Которые занимают Только время Очень много времени Чтобы Это все Решать Эти все вопросы Там Отчеты Доклады Там Потом Всякие там Проверки идут Там Аудиты И так далее Да Это то что я говорил Что мои коллеги Бумажные директоры Которые занимаются Этим бумагами В основном Да И все Это мешает Развивать Конкретную работу По направлению Именно Развитие Конкретного Виду спорта Да Поэтому Поэтому Вот это все Надо менять Это делать Надо функциональный Аудит функций Да И Это все Надо Упрощать И Выдвигать На первую роль Тренеров Выдвигать А не бумаги Тренеров Обеспечить Тренеров То есть Всем Чтобы им было Комфортно работать И на эту профессию Шли На самом деле Талантливые юноши Да Ну Вы знаете Тут есть еще Тоже такая проблема Что Многие Спортсмены Ну которые Чего-то добились И которые Возможно Могли бы стать Такими Ну Звездными Тренерами Они же Уплыли За границу Они где-то Играли В заграничных Клубах И потом Они остаются Там Ищут какую-то Работу И Вряд ли Можно их Как-то Каким-то образом Мотивировать Вернуться Даже в случае Если Здесь им предложат Какую-то Высокую Зарплату Вот Как решить Эту проблему Это невозможно Их вернуть Никак нельзя Как говорится И Сагитировать Работать Может быть На патриотизме Их можно попросить Вернуться Патриотизм Хорошо звучит И политики Конечно Только этими Лозунгами И проходят Выборы Да Красивыми Лозунгами Патриотизм Патриотизм Да Но Каждый человек Живет Одну жизнь И он хочет Ее жить Более-менее Нормально И бывшие спортсмены Которые Тоже Такой момент Которые Раньше Были звездами А потом Когда уже Закончили карьеру И все Дальше уже Государству Их Они не интересуют Они уже Не бегут С ними рядом Фотографироваться И такой Прямо Кричащий Пример Вот это Ульяна Семенова Сейчас Наша Звезда Легенда Баскетбола Она сейчас В тяжелейшем Состоянии В больнице И Со стороны Государства Никаких Движений Нет Чтобы Поинтересоваться Хотя бы Как у нее Там дела Что помочь Надо Понимаете Поэтому О каком Патриотизме Если это Не впитывается Уже С детства И далее Когда спортсмены Не чувствуют Поддержку Государства Почему Они должны Жертвовать Себя Дальше Патриотами Этого государства Если они Не чувствуют Заботу Со стороны Государства А как бы Вы видели Решение Этой Проблемы То есть Присвоение Им Каких-то Особых Стипендий Там Пожизненных Допустим Для Ну Таких Спортсменов Которые Сейчас Зарекомендовали Которые Могут Кое-какие Стипендии Существуют При Олимпийском Комитете Которые Возглавлял Возглавляла Та же Ульяна Семенова Это Мизерные Стипендии Это Просто Ну Так Насмешка Понимаете Это Не решает Вопрос Но Это Очень Очень Сложный Вопрос Это Надо Менять Еще раз Повторяю Менять Политику Государства Менять Приоритеты Надо Менять Ну Или Дополнять Да Но Все-таки Это Дети Молодежь Это Все-таки Будущее Латвии Ну Елки-палки Ну Как Можно Не Заботиться То есть Если Резюмировать Вы считаете Что Та система Которая Существовала Поддержки Спорта Унаследована Нами От Советского Союза Она Должна Быть Не Отвергнута А Наоборот Ее Нужно Поддерживать Дополнять Какими-то Компонентами Которые Ну Характерны Для Сегодняшнего Времени И Обращать Внимание На то Чтобы Вовлекать Молодежь В спорт Ни в коем случае Не должна быть Отвергнута Она очень хорошо Себе доказывала Во времена Бывшей То есть Советского Союза И Спорт В Советском Союзе В таком Мировом Масштабе Был Один из Лидеров Стабильных То есть Любым видом Спорта Значит Это доказательство Что спортивные Школы Работали Хорошо Плодотворно Да Поэтому и были Такие показатели Скажем Пример Такой ГДР Германия Восточная Она Скопировала Эту систему Нашу Советскую И Однозначно Сразу Пошла вверх По результатам Да Потом Да И была Реальная Конкурентка По любым Винам спорта С Советским Союзом Германия Восточная Поэтому Эту систему Ни в коем случае Нельзя Ликвидировать У нас есть еще Звонок Давайте Послушаем Добрый день Говорите Добрый день Насколько я понял Гунтис Шенхопс У вас Готя Да Да Гунтис Шенхопс Совершенно верно Да Да Я обычно звоню Всегда с критикой С негативом Ну Такая натура Наверное Поганая Да Вот смотрите Он сказал Было 6 папок Стало 46 Почему Потому что тогда Было 6 Чиновников Проверяющих Сейчас их 46 Это везде Во всех сферах Во всех И вот эта тенденция К тому что у нас Две Латвии То есть они говорят Что уменьшить Сократить Чиновничья пора Зарплаты Но он растет И бухнет И вот Как вы считаете Гунтис Ведь эту тенденцию Я считаю Изменить невозможно То есть это Процветающая Латвия Которая сама Под себя все гребет И будет продолжать Это делать То есть уменьшить 46 Хотя бы до 36 Я считаю Невозможно Или я обшиваюсь А вам всего хорошего И спасибо Спасибо большое Да Ну так можно Согласен 100% И это Армия чиновников Во всех секторах Не только В нашем Спортивном секторе Во всех Поэтому необходим Аудит функций Государственных чиновников То есть Аппараты Государственных чиновников Да Однозначно Аудит функций И уменьшение Уменьшение чиновников Хотя бы Ради того Чтобы сократить Расходы На их Они только Осложняют Чиновники Только Осложняют Реальную Работу В любых Секторах В моем Случае Это спортивные Школы Но как Это сделать Слушайте Я задал вопрос Теоретически Я знаю Конечно Не буду тут Занимать Времени Практически При этой модели Управления Государственной При этой модели Руководства Государством Политической модели Это сделать Невозможно Почему Потому что Ответ простой Позиционные партии Которые у власти Они Для них Армия чиновников Это голосующие А чиновники Даже Вот Мы Все мы видим Притом наглядно Даже во время Пандемии сейчас Они живут Жирно Они премии получают Жирно Они даже Во время Чумы А это чума Пандемия Они Получают Повышение Зарплат Это Даже я не знаю Как комментировать Это плевок В лицо Да Всем И малому Среднему бизнесу И любым людям Простого народа Плевок Просто в лицо Хотя Такой пример Из ряда Вон выходящийся Это Бюро Вакцинирование Это что такое С зарплатами 5-6 тысяч Это что это Они не способствуют Они мешают Этому процессу Вакцинации Мешают Так Есть еще звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Наушники Людмила Понимаете Что сейчас Дети Дети делают А ничего Вот сидят Пальчиком Тыкают Да Сгорбившись Ради бога Сейчас надо Спорт Сделать Так Что был доступен Мой дед Пришел в работу Она права Страна Вакцина 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 Тут мы можем Делать Отдельную передачу И несколько передач На эту тему Конечно Да Я может быть Не буду детально Отвечать На эту тему Да Я отвечу Чуть Так Глобально Так Коротко Да Отвечу Как я уже Реагировал На звонок Один Что Реально При существующей Модели Политической модели Руководства Государством Можно обещать Что угодно Здесь разговаривать Нам о вариантах Как это все сделать И так далее Ничего Изменить Невозможно Абсолютно Я в этом уверен Это доказано За все эти 30 лет Особенно За последний день 10 лет У нас сейчас Руководство Это завуалированная Диктатура Коалиции Что она хочет То она делает Повлиять на нее Невозможно Ни в рамках Сайма Оппозиция И тем более К народу Она не прислушивается Поэтому бессмысленно Здесь теоретизировать Детально Поэтому я озвучу Очень коротко Что первоначально Что вы меня спросили Нужно было бы делать В целом Не только Говоря о пандемии Пандемия Пандемия Это одна из составных частей Только всех бед наших Первое Что Переходить на новую модель Рестарт Надо делать государство Политическое руководство На новую модель Руководства государством Пункт номер один Всенародно избранный президент А не теперешний левец Который слуга позиции Просто слуга Всенародно избранный президент Который отвечает Перед народом Далее Система Перед Выборами 50% Мажоритарная система Избирания Да Ну и 50% Остается за партиями Да И третье Ну я поясню Мажоритарная Это когда Людей Избирают По округам Да То есть голосуют За конкретного человека Одномандатный Одномандатный Да И тогда Можем То есть избежим Диктатуру Правящих Как говорится Как теперь Ну сейчас Да Диктатуру коалиции Да Ну и последнее Практически Вообще-то самое важное Это последнее Исходя из первых двух Что я назвал пунктов Да Это наконец-то Наконец-то Переходить К реально Профессиональному Кабинету Министров А не Любым путем Партийная принадлежность Играет роль В выборе министров То что сейчас Какой министр кабинетов Мне просто стыдно И я про себя задумываюсь Неужели не стыдно Этим министрам Когда они чуть Со стороны на себя Так посмотрят Неужели им не стыдно Да Как мужчина Мужчине Я на место ловиться Если бы я был Как мужик Как мужчина И я бы Регулярно в газетах Смотрел бы свой рейтинг Который минус 60% Я бы моментально ушел Это ну стыдно просто Как ему не стыдно Я не знаю Не понимаю Поэтому вот это Единственное решение Менять Политическую Систему управления Государством Другого выхода Ну это конечно Очень сложная задача Поскольку Естественно Что у нас Как бы существует Демократическая система Телефон наш Разрывается От телефонных звонков К сожалению Время передачи Уже подходит к концу Звукорежиссер Родион Золотарев Нам уже дал Отмашку Что нам надо Закругляться Я думаю Что мы еще Пригласим Гунтиса В наш эфир Через какое-то время Поговорим еще раз Об этих проблемах Может быть уже С учетом Каких-то новых реалий Которые появятся Осенью Уважаемые люди Слушатели Огромное вам спасибо За участие В программе За то что вы звоните За то что вам Не все равно Я думаю Что мы Вместе все Ну какой-то Своей жизненной позиции Своими усилиями Можем изменить Ситуацию в нашей стране Которая всем нам дорога Которую мы любим Любим наших людей И думаю Что у нас Должно получиться Спасибо В нашей программе Принимал участие Директор Рижской баскетбольной школы Латвийской баскетбольной школы Рига Гундес Шенховс В его школе Занимается 2300 детей Это Наверное Одна из самых крупных школ Которая доступна Которая Ну практически бесплатная Поскольку 12 евро В месяц Составляет плата И Будем надеяться Что таких школ С такими Умными Инициативными Директорами У нас будет больше И государство Сделает все Для того Чтобы эти люди Приходили И занимались С детьми Спасибо за Участие в программе Ее провела Людмила Прибыльская Звукорежистер студии Родион Золотарев Всего доброго До встречи Через неделю Спасибо Будем надеяться Людмила Радио